Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад. Сегодня мы будем делать реакцию на Брайана Мапса, который я в видео не смотрел, и это видео вообще было выложено 17 ноября 2018 года, а уже 2019 год. Да. В общем, приятного вам просмотра. Чё это было? О, я знаю, что ты сейчас скажешь. Брайан, ты серьёзно будешь есть эти сраные конфеты из Гарри Поттера в 2018 году? Ну, знаешь что, мне плевать. Я знаю, что уже пол ютуба переблевала этими сраными конфетами, в прямом смысле сраными, потому что там есть конфеты со вкусом блювотины, со вкусом блювотины. Блювотина. Я исчезлой немножко, потому что я вообще не планировал снимать это видео, у меня была совершенно другая идея, но она провалилась, как и вся моя жизнь. Вот. Камера вообще снимает? Если она не снимает, то извините, ребят, но я ухожу с ютуба. Я тоже. Так что, вам не повезло. Изначально я пытался снять видео, в котором я отвечаю на ваши звонки. Да, в одном из последних своих видео я спалил свой номер телефона, потому что я идиот. И, в общем-то, вы мне просто не давали спать всю ночь после этого. Ну ничего, я на вас не злился все это время, потому что я подумал, ха, хоть какая-то выгода с этой ситуацией будет. Я сниму прикольное видео, где отвечаю на ваши звонки. Но потом я начал снимать это видео и понял, что ничего хорошего в этой идее нет. Было буквально два-три звонка смешных. Возможно, в конце этого видео я вставлю парочку отрывков. И да, я уже поменял номер телефона, так что не надо мне звонить. Я хочу спать, нормально. Посмотрите на мешки, видишь? Ой, ладно, это какое-то слишком странное, наверное, начало видео. Ну да ладно. Что мы сегодня будем делать? Жрать сраные конфеты со вкусом дерьма. И в кузов. Мне кажется, эта компания должна заплатить уже... Ой, вот тучу денег всем ютуберам, которые прорекламировали эти конфеты и жрали их в своих видео. Так. Хэштег ASMR. Сегодня я какой-то хэштег Angry, хэштег злой, хэштег... Неуравновешенный, хотя это хэштег на всю мою жизнь. Уууууаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа В общем, это, видимо, эта компания решила такая, ахо, в Гарри Поттере были эти конфеты, которые может попасться хороший вкус, а может попасться плохой вкус. Это же по-любому еще... Короче, я не умею объяснять, честно. Это конфеты. Да ладно. Здесь много разных цветов. И у одного цвета два вкуса. Один вкусный, второй невкусный. Ой. Второй конфет бирюзового цвета. Вкусный это черника, а невкусный зубная паста. Хотя зубная паста это вкусно, ну, ах, не очень хороший пример. Вот конфета оранжевого цвета. Первый вкусный это персик, и второй это блювотина. Чего? То есть мне на удачу может попасться или персик, или блювотина. Я не пробовал блювотину. Ребята, вы пробовали блювотину? Напишите об этом в комментариях. Вообще обычно эту игру снимают вдвоем. Что-то он там писал, мне интересно. Чего? То есть мне на удачу может попасться или персик, или блювотина. Я не пробовал блювотину. Ребята, вы пробовали блювотину? Напишите об этом в комментариях. Вообще, обычно эту игру снимают вдвоём, с друзьями. Я даже не буду шутить на эту тему. Я сделаю это один. А, да, кстати, я себе купил даже вот такую вот кокосовую воду, чтобы, если что, запивать ей блевотину. Ладно. Я думал, это вкусно будет. Окей. Тогда наберу себе обычной воды. Ну, думаю, теперь мне будет получше. Фу! Чё? Почему они так странно пахнут? Фу! Твою мать, я не думал, что они будут пахнуть как-то. В этом-то и фишка, вообще-то, должна была быть. Человек не должен понимать, какой у него вкус в руках. Если он взял блевотину, то пусть он её доедает. Но тут... Тут всё пахнет блевотиной. Так, ну что ж. Давайте начнём. Это веселье. Мне попал... О, боже мой, я помню это. Это жёлтый цвет. Это либо масляной попкорн, либо протухшее яйцо. Твою же мать! Ладно, я ещё не знаю, насколько противные они будут. И, блин, мне, наверное, нужно было приготовить какой-нибудь мешочек, чтобы, если что... Я нашёл такой вот радужный, интересный, смешной стаканчик, куда я буду блевать. Ну что, поехали. Я даже не могу конфету в рот взять. Твою мать, я не могу понять. Выливать. Это... О, боже мой, это было протухшее яйцо. Я, конечно, не пробовал тухлые яйца, так что не могу сказать, насколько точно они попали с этим вкусом. Поэтому... О, давайте, кстати, о каждой конфете буду давать оценку. Зачем? Я буду давать оценку за схожесть с настоящим вкусом. Пусть будет 7 из 10. Окей. Я так полагаю, что мы движемся дальше. Так, это у нас зелёное что-то. Либо сочная груша, либо сопли. Ну вот это я пробовал, так что я могу сравнить. Ты чё, дура? Я думаю, все пробовали свои сопли. Я не пробовал. Ну, если нет, то я тоже не пробовал, просто... Неважно. Эта конфета уже выглядит как сопли. Посмотрите на это. Теперь буду есть сопли с волосами. Потом он с пола жрать будет. Это явно не сочная груша. Но на сопли это тоже не... То есть это... Это даже съедобно. Мне нравится. Эта конфета с прошлой конфетой точно не сравнится по степени ужасности. Это ещё можно есть. О, фу, я посмотрел на чё у меня в стакане. Лучше туда не смотреть. Не смотрите, ладно? А, да, этой конфете я даю 2 из 10. Ну, потому что она ни разу не похожа на сопли. Она похожа на что-то... Она даже сладкая на вкус. Сопли не сладкие на вкус. Ну, не знаю у кого как, но у меня нет. Больной ублюдок. Так, либо лайм, либо трава. В принципе, газон я бы попробовал на вкус. Почему бы и нет? ЧОКНУТЫЙ СУК! Это не лайм. Это трава. Она вкусная. Не бил. Она невкусная. Окей, продолжаем. Алло. Нет. Нееет. Я не буду опять есть это сраное протухшее яйцо. Хотя, может, мне повезет. Мне не повезло. Здесь тоже есть вкус детских подгузников. Как интересно. Вот они пробовали детские подгузники на вкус, чтобы понять, какой у них вкус и сделать из этого конфеты. Больные ублюдки. Ну, да ладно. Ага, хоть что-то новенькое. Либо госпожа удача встанет на моей стороне, и я получу шоколадный пудинг. Либо она повернется ко мне спиной или пнет под зад, что я улечу с такой скоростью. То получу собачью еду. Ну, на самом деле, я как-то пробовал собачью еду. Это было лет в семь. А когда вы попробовали собачью еду в первый раз, напишите в комментариях. Это было отвратительно. Не буду врать. Поэтому у меня есть хоть какое-то маленькое представление, насколько они попадут с этим вкусом. Ну, ладно, может быть, мне даже не попадется собачий еда, может быть, не попадется шоколадный пудинг. Это шоколадный пудинг. Стоп. Да, это шоколадный пудинг. На самом деле, какой-то не очень шоколадный пудинг. Тут прикол в том, что если это вкусные конфеты, то, ну, это будет обычная среденькая конфета, которую можно найти в любом супермаркете. Но если это будет какое-нибудь собачье дерьмо, то тут уж они вложатся на всю катушку. Вложат весь спектр вкусовых ощущений в эту конфету. Поэтому этот шоколадный пудинг сплошное разочарование. О, нет, знаете, что мне... Так, а вот что мне попалось? В общем, тут стрелочка между персиком или блевотиной и кокосом и подгузниками. Но все-таки больше она на стороне подгузников. Так, вот такая вот белая конфета. Давайте попробуем. По-моему, это неудачно будет. Ну, это на вкус как какая-то влажная салфетка. Я извиняюсь, что вам приходится смотреть на моё скрюченное свибло. Я про лицо сейчас. Я никогда не пробовал подгузники на вкус. Детей у меня нет. Вроде. Поэтому я не могу оценить эту конфету. Но то, что она отвратительная, так это... Хелл ея! Эээ, блин! Это или персик, или блевотина. Тот самый вкус, о котором я наслышан, что он самый ужасный здесь. Смотрите, мне попало... Тут конфета и тут прям большое такое пятно. Именно красно-оранжевое. Поэтому я буду надеяться, что тут персик. Ну что ж, погнали! Мало того, что это персик, так это ещё и... Это конфета со вкусом персика. Она прям такая сычная. Ага. Либо тути-фрути, либо вонючие носки. Честно сказать, я не пробовал вонючие носки. Но в принципе... Я их пробовал. Почему бы мне не попробовать их сейчас? Угу, угу. Ну теперь я знаю, каково это. Так, вот я воспользуюсь тем же методом, каким я воспользовался с прошлой конфетой. Вот на этой конфете здесь прям много всякого разноцветного, всякого дерьма. Поэтому я надеюсь, что это тути-фрути. Поехали! Это тути-фрути! Охереть! Походу, мой метод реально работает. Но, серьёзно? Это так работает? Это очень странно? Тогда это легко определять вообще. Ну ладно, может быть, мне два раза повезло просто? Ну что ж. The next. Candy. А... Короче, следующая конфета, которую я сожру... Ах, нет, это опять... Это опять сраное тухлое яйцо. Я, конечно, надеюсь, что в этот раз мне попадётся масляной попкорн. Так, давайте, знаете, я тоже сейчас пойду конфеты, на которых будет много пятен всяких. Ах, это... Мой метод, это булочит просто. Эээ, тут вообще есть конфета со вкусом попкорна? Чувствую, она мне никогда не попадётся уже. Так. Нет, опять это дерьмо. Это попкорн. Что-то он какой-то странный, на самом деле. Ну не знаю. Ну это, конечно, попкорн, но мне всё-таки не покидает ощущение, что я ем тухлое яйцо. Хоть это не тухлое яйцо. Понимаете, в чём проблема? Современного поколения. Они думают, что они жуют мысляной попкорн. Но на деле-то это тухлое яйцо. Ну чё, Брайн 20-24? О да, новый вкус. Это либо... А, либо паста, либо голубенька. В принципе, тут для меня нет плохого вкуса. В детстве я любил есть пасту зубную. Думаю, все любили. Я нет. Это зубная паста. А, она... Она мне очень чё-то напоминает. Это на вкус... Блин, чё-то очень знакомое, но забыл чё. Блин, что это? Это очень знакомое. Это даже не похоже на пасту. Это чё-то очень знакомое, твоя мать. Ладно, я не могу вспомнить. Но это было съедобно. Но я даю этой конфете 0 из 10. Потому что это ни разу не похоже на зубную пасту. Приступим к работе. Пробовать конфеты со вкусом дерьма, это работа нынче. Хотя я... Я помню в одном из пабликов ВКонтакте... Это было очень давно. Потому что сейчас я не сижу в паблике ВКонтакте. Там был какой-то пост, что... Самые странные профессии на свете. И то, что там платят... Ой, вот у чу денег какому-нибудь ребёнку, который пробует конфеты на заводе сладостей. Нормально ли она на вкус или нет. Хотя, если так подумаете, под конец дня, то у него жопа, скорее всего, слипается. Так, всё, хватит обсуждать чужие жопы. Ну, ладно. В общем, блядь, спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик и оставьте подписи на комментарии. А с вами был Влад, всем спасибо за просмотр, всем удачи, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.